доброе утро ой надо открыть так мои тапочки мои прекрасные тапочки я еще в пижамке доброе утро мои хорошие любите вы мои такие видео где только только проснулась и цветочки мои все общепенее и общепенее становится что там у нас что там у нас ну-ка посмотрим давайте посмотрим вау дождь идет дождь идет короче мне сегодня надо меня сегодня я сегодня на расхват сегодня вот смотрите о ничего себе уже 8 20 надо же вставать мне уже в 7 часов утра сын прислал сейчас я включу вот этих своих зверинец свой зверинец включаю сын в 7 часов утра прислал голосовое сообщение и видео что мама приходи поедем с детьми в этот доллар магазин доллар хочет поехать что-то он какие-то вещи хочет покупать на мелкие дешевые для хозяйству что хотела сказать подождите что-то хотел сказать как всегда да уши не слышат голова не варят глаза не видит сейчас сейчас подождите я еще в ночнушке в пижамке ну вот без лифчика закроюсь прикроюсь вот так прикроюсь вот так голосами своими ой ребята заплету сейчас свои косы смотрите умылась я сейчас заплету косичку свою как его что хотела сказать умывалась нос красный у меня пока высморкаешься пока все из себя вы вычищешь свое горло с утра прочистишь помните как раньше наши бабушки тоже когда мы это маленькие были я помню бабушка идет это в ванну и это умывается утром вот так вот хрестит плюется сморкается а мы думаем а мы маленькие были думаем ой бабушка когда уже ты перестанешь это сморкаться плеваться уже а сейчас сами такие стали вот на что поделать сейчас накрашу себе брови темнота конечно на улице еще темно у нас дожди идут не прекращаясь ну я брови подкрашу хоть и в темноте брови я могу покрасить себе закрытыми глазами видите нарисовала совсем другой человек одна бровя и вторая смотрите вот это геранька у меня она открылась да но корни не пускает ни за что корни не выпускает наверное у меня опыт опыт мой насчет моих посадок не пойдет не выйдет ну как всегда впрочем мне никогда не удается вырастить цветы ну что-то мой фламинго тоже уже все листья папчик рыжила потому что листья стали чернеть вот по краюшкам такие уголочки были черные я их всех поубирала листья не знаю что получится но не судьба значит придется покупать каждый раз новые новые цветочки карандаши вот эти хватают на максимум на две недели они туда такой маленький карандашик поставят вот смотрите вот он большой да а на самом деле карандаш вот здесь вот здесь ну а что я хочу так ладно накрашу сейчас не болтаю а то у меня брови разные всегда ну конечно без освещения я крашу что я хочу так ребята я очень очень ироничный человек я могу посмеяться над собой вы это знаете вы это заметили я не стесняюсь этого насчет курток мне написали комментарий написали комментарий насчет куртку которой я купила куртку я же сказала что я каждый год каждый год покупаю куртку мне написали о каждый год тратишь столько денег это же много ну как каждый раз ты тратишь из своего бюджета губы губы тоже тратишь из своего бюджета деньги каждый год где-то 200 евро я трачу на куртку ну вот в прошлом году я купила за 200 две куртки вы вы видели я вам видео сюда прикреплю тоже где я покупала их тоже там магазин закрывался я купила и эту куртку одну только светлую я носила всего наверное четыре раза за год за сезон я знаете вам что хочу сказать вот вы она говорит мне или она или он я не знаю кто это она была написана значит студия что то студия али студия что такое аквариум что такое студия в общем он мне говорит вот вы покупаете каждый год эти куртки говорит каждый год берете куртки себе покупаете вы знаете, а что мне еще покупать себе чай сегодня черный пью а вы, когда вы каждый день тратите деньги на сигареты на алкоголь я не знаю, на что вы там еще тратите куда-то находите сидите в барах сколько вы там денег тратите вы посчитаете или вообще на какие-то такие расходы ну бывают, я не знаю мне первое, что на ум приходят сигареты, алкоголь и снуз вот люди тратят на это снуз, я не знаю, у вас есть снуз или нет но у нас здесь есть снуз, все снусят очень дорого стоит люди покупают и не считают эти деньги или, например, платят неправильно парковка, штрафы платишь вы знаете, сколько они на это денег тратят еще больше, чем я на эту куртку потратила один раз в год хотя я ее буду носить несколько раз даже четыре раза вот я одела и то это хорошо, знаете но все равно у меня есть вещь я знаю, что у меня лежит и что, как сказать, такая вещь лежит, кушать не просит но если какое-то время плохое настанет тогда вообще уже не будешь не будешь иметь денег, чтобы купить что-то то у тебя уже есть вещь, да, какая-то ты не переживаешь ну я имею ввиду, вот если старый станешь пенсия маленькая будет ну ты, я, конечно, уже похудею и мне эта вещь подойдет хотя я их не собираю вот так вот насколько люди тратят денег на это да, не считают а то, что человек куртку купил они уже посчитали что ты каждый год купил себе куртку давайте вот эти расходы считать, да и вы знаете, еще хочу сказать о, чай черный завтрака сегодня не буду вчера так хорошо наелась опять вечером еще знаете, что хочу я заметила, что если вот, например, я что-то увидела какую-то вещь и зажала не купила себе, да обязательно меня Бог за это накажет и это не только со мной происходит это с вами тоже это происходит если вы что-то пожалели для себя любимого, зажали, думаете ай, я пойду без этого а сами захотели внутри где-то купить это, да просто чтобы радость у вас была а вы это не сделали Бог вас накажет Бог хочет, чтобы вы были радостными чтобы вы были счастливыми он вам всегда что-то предлагает, дает, а вы не берете сами себе отказываете знаете, как он вас накажет? как меня наказывал Бог один раз что-то я тоже себе не купила зажала ну, что-то стоило около тысячи крон что-то стоило какая-то покупка я сейчас не могу точно сказать или вещь какая-то, или кофточка, или брючки но не помню ну, в общем, несколько раз такое было зажала я сейчас, да до вечера вот езжу на работе или хожу, поставлю где-нибудь машину штраф штраф даже больше этой суммы, которую я зажала представляете я кому-то выплачивать должна это, ну, я обязана выплатить этот штраф ну, на секунду поставила машину мне прилепендели этот штраф вот это тебе Бог говорит почему ты сама себе не купила на эти деньги даже меньше а людям каким-то ты какому-то государству, которое тебя вот жмет тебя, вот как соки из тебя жмет не дает тебе поставить машину на минуту ты выплачиваешь безропотно, да и это не только здесь это даже в других вот вот Бог, да, он вас как учит он нас учит всегда вот, например, человек чего-то не понимает какую-то свою ошибку вот Бог его наказал, да если Бог его наказал денежно ну, денежно денежной суммой, что ты должен деньгами рассчитаться вы еще радуетесь, что вы деньгами рассчитались но иногда, если человек не понимает Бог наказывает здоровьем он забирает потихоньку здоровье если несколько раз человек вот это не понимает опять не понимает свою ошибку, да он его говорит, Бог говорит, а он не понимает. Тогда уже крайний случай, когда тогда уже крайняя, крайняя мера наказания Бога, это вы сами знаете, что это такое, крайняя. Он себе забирает человека. Вот, например, да, вот каждую свою ошибку, если человек сам не понимает ошибку и опять попадает, попадает, например, на деньги или на что-то, на какое-то неприятное отношение в коллективе или что-то, вот не понимает он, в чём его ошибка. Иногда человеку самому очень трудно разобраться, где он делает ошибку, где что-то он делает неправильно. Вот, как говорится, чужую беду руками разведут, да, а свои ошибки человек не видит или просто не допонимает. Вот поэтому вот даются психологи. Вот в Швеции это очень развито, психологи, или даже если не психологи, если вы не понимаете свою ошибку, вы должны признать, если вы даже не признаёте, что это была ошибка, или вы не признаёте, что это моя ошибка, что я могу ошибиться, да вы что? Это нет, никогда в жизни я никогда не ошибаюсь. Я такой человек умный, да, благоразумный, а Бог макает, макает тебя, вот получай вот эту болезнь, получай вот эту болезнь, получай вот эту экзему, а ты не понимаешь, то тогда эти экземы разрастаются, но я просто говорю на чём, на каком-то примере. А бывают ещё хуже примеры, как говорится. Или человек попадает в аварию, это тоже доказание Божие. Вы не думайте, что я такая Боженька, да, но я верю, я верю в силу, в силу Бога. Бог – это мы сами, это наше подсознание. И в общем, если вот человека, если некому обратиться, нету психологов, обратитесь к самому лучшему другу. Лучший друг – это кто? Это твой или родитель, или твоя бабушка-дедушка, или твои близкие братья-сёстры, которые немножко такие умные, да, независливые, которые к завистливым людям никогда не обращаетесь. Вот особенно друзья бывают завистливыми. Вы можете подумать, что ваш лучший друг – о, это мой лучший друг. Но самый лучший друг, он и бывает очень самый завистливый. Поэтому я рекомендую вам обращаться к родственникам. И сказать, не стесняясь сказать, вот смотри, вот я вот уже столько раз попала, вот попадаю, вот попадала, попадаю, попадаю, и никак не получается у меня постоянно одно и то же, на одни и те же грабли, на одни. Может быть, я что-то неправильно делаю? Что я неправильно, я не могу понять. И человеку со стороны вашему родственнику, близкому, будет виднее, что вы делаете неправильно. Он вам скажет. Некоторые люди, да, вот даже родственники, стесняются своим же близким сказать, вот не так не делай, пожалуйста, делай вот, ты делаешь здесь ошибку. Мы стесняемся сказать, потому что человек неправильно поймёт. Поэтому вам самим, если вы попадаете постоянно в какие-то передряги, вы сами должны подумать, остановиться и не прыгать дальше, не бежать, не задирать нос, не гордиться, потому что гордыня – это самый-самый большой грех. А подумать, где-то я делаю ошибку, что-то неправильно. Потому что человек, который спрашивает, он делает меньше ошибок, понимаете? Если вот ты нормально живёшь, у тебя никаких проблем нет. Ну, конечно, у нас есть проблемы по жизни, да? Мы их решаем как-то, но каждый раз разные. Но если одно и то же, одно и то же, да? Постоянно. Например, человека увольняют с работы каждый раз. Он устраивается на работу, а его постоянно увольняют. А он не понимает, почему его увольняют. В чём дело? Он обвиняет работодателя, он обвиняет коллег, он обвиняет всех, кого угодно, но не себя. Не себя. Он думает, что он такой хороший, а все вокруг плохие. Я к этому пришла, потому что я сейчас смотрела ТикТок, на одного подписанного, на одного негритянского человека чернокожего. Но он в Швеции живёт. Нигериец один. Очень популярный. И он вот такие короткие видео комические делает, что вот я ухожу с работы, меня никто не любит. Вот так вот, да? А человек не думает, что это его ошибка. Вот поэтому я вам говорю, близкий человек, некоторые даже стесняются вам сказать, а вы сами спросите, что не так я делаю? В чём моя ошибка? Может, где-то мне по-другому надо поменять своё отношение? Это нетрудно, ребятушки мои. Делайте это. Спросите, чтобы не попадаться на такие эти. И на себя деньги никогда не жалейте. Вот как мне человек написал, что ты покупаешь. А я же не знаю, кто он такой, но я хочу ему сказать, а может быть, он курит, а может, он пьёт, а может, он ходит, чем-то нехорошим занимается, да, и на это деньги. Деньги тратит, спускает, и он тоже тратит деньги. А может быть, себе на что-то жалей. Поэтому я вам эти вот такие разговоры и веду с утра пораньше. Мои хорошенькие, сейчас я на расхват, бабушка на расхват. Мне, я же говорю, в 7 часов утра позвонил сын, тут же позвонила моя дочка, мы по видеочату общаемся, и говорит, мама, и приходи тоже. Но я должна к дочке прийти после обеда, потому что Самуэлька пошёл в детский садик, он сам просится сейчас в детский садик. Вот сейчас его никто не заставляет. И поэтому он придёт после обеда, после 12, я после 12 поеду к Самуэлю, а до 12 поеду к Альфреду с Верочкой, к другим моим внукам. В общем, вот такой у меня сегодня распланированный день. Что смогу, то сниму. Если не смогу снять, то расскажу, что со мной приключалось, и что было сегодня. Ладно, мои хорошие, Засим прощаюсь с вами ненадолго. Всех вас люблю. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите комментарии, и будьте всегда со мной. Поддерживайте меня, мои хорошие. Если у меня тоже есть ошибки, пишите мне в комментариях, что тебе, или у тебя вот такая, вот такая, вот такой недостатки, я буду исправляться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok